Древний китайский город Сиань известен не только террогутовыми воинами. Иностранные туристы любят посещать и местный неспящий Таатанг. Культурно-расвлегательный городок, построенный в древнем стиле, который работает не днём и ночью. Мои коллеги с подробностями. Сиань – административный центр провинции Шэньси на северо-западе Китая. Это очень древний город. Его построили около 3100 лет назад, и он был столицей при трёх китайских династиях, в том числе династии Танг, которая правила в 7-10 веках. Культура именно этой династии прослеживается в архитектуре и ландшафтах квартала «Неспящий Датанг», который открылся в Сиане в 2002 году. Я не очень много путешествовала по миру, но никогда не видела ничего подобного. Ночью вся эта подсветка и деревья довольно эффектно выглядят. Я раньше не встречала такого большого скопления великолепных огней. Артега и Сесилия из Мексики. Они путешествуют по маршруту Пекин-Шанхай, провинция Хэнань, Сиань. Пара гуляла по древнему китайскому городу и поздним вечером набрела на «Неспящий Датан». Говорят, очень удивились, что он выглядит оживлённым даже после 10 часов вечера. Мы знали, что в этом квартале будет много людей, но я не могла представить, что в это время здесь так много народу. Особенно в воскресенье, ведь многим людям завтра рано вставать на работу. Здесь постоянно проходят культурные представления. Туристы могут и познакомиться с китайскими традициями, и насладиться атмосферой ночной жизни. А ещё тут работает знаменитое заведение, которое объединяет театр и ресторан. На самом деле оно принимает иностранных гостей уже почти 40 лет, показывая музыкальную драму об императрице Уцзе Тянь династии Тан. Зрители одновременно смотрят представления и пробуют китайские деликатесы. Здесь очень красиво. Мне всегда нравилось сочетание музыки и цвета. Я впервые в Китае, и, возможно, у меня были завышенные ожидания. Но это и вправду всё прекрасно. Все такие милые. Еда здесь великолепная. История Китая очень интересная. Мне это нравится. Кроме того, я чувствую себя здесь в полной безопасности. Театр и ресторан иногда переносит своё представление на час раньше, чтобы дать посетителям больше времени полюбоваться другими уголками вечернего сианя. Ян Кин, Си Зи Цзян.